Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хочу изготовить приспособление для криволинейной заточки сверл, обычных спиральных сверл. Скажу сразу, для тех моих зрителей, которые с пеленок умеют затачивать сверла вручную и считают, что они затачивают лучше, чем любое приспособление и лучше в принципе быть никак не может, ребята, это материал не для вас, можете смело выключать это видео. Ну, а для тех моих зрителей, кому это интересно, приятного вам просмотра! Отвечу сразу на вопрос, а для чего же мне все-таки понадобилось это приспособление? Ну, во-первых, я хочу произвести сравнительный анализ, чем отличается плоскостная заточка от криволинейных приспособлений. Хочу проверить, на самом-то деле удобнее в приспособлении заточить это сверло или все-таки лучше вручную. Хочу получить знания и опыт, ну и хочу поделиться этим опытом с вами. Для того, чтобы понять основной принцип этого приспособления, я воспользуюсь со старой доброй энциклопедией по машиностроению. В этой энциклопедии очень много томов, и конкретный том, который меня интересовал, это резание металлов и режущий инструмент. Здесь как раз-таки есть раздел про сверла и про то, как их точить в приспособлении. Я буду изготавливать приспособление, которое изображено на рисунке Б. Это приспособление для конической заточки сверл. Что это значит? Это когда поверхности сверла, образуемые при заточке, являются коническими. Режущая кромка при заточке здесь двигается по воображаемому конусу. Одним из самых важных моментов этого приспособления является то, что ось вращения приспособления наклонена по отношению плоскости шлифовального круга на величину 13-15 градусов. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы режущая кромка двигалась по воображаемому конусу. Такой вид заточки позволяет резко увеличивать задний угол по направлению к центру сверла. Я остановился на величине в 15 градусов, и она мне очень нравится. Эта величина позволяет очень делать крутую затыловку сверла. То есть при заточке сверла в этом приспособлении мне не нужно затыловывать вручную сверло. И это круто. Вторым самым важным моментом является то, что вершина воображаемого конуса должна находиться на определенном расстоянии от оси самого сверла. Эта величина составляет 1 девятая его диаметра. В принципе, этой величиной можно немножко в определенных пределах варьировать. Можно делать чуть больше. Что будет изменяться, если мы будем увеличивать эту величину? Допустим, мы увеличили ее, например, в 2,5 раза. Ну, допустим, у нас 3 диаметра или 2,5 диаметра сверла. Величина конуса, точнее вершина конуса становится выше, а значит основание конуса по диаметру становится больше. Значит затыловка будет более плавной. В некоторых моментах она может быть даже отрицательной, если приспособление косое. Поняв основные принципы, я быстренько накидал вот такой вот эскиз. Снял размеры со станочка, на котором я все буду затачивать сверла. Примерно накидал схему самого приспособления. Вот он мой воображаемый конус. Величина в 15 градусов от оси до периферии конуса. Ну и 1,9 диаметра от оси сверла до вершины конуса. Буду сваривать детали, смотреть правильно располагаются они по геометрии или нет. А с листовым металлом буду делать еще проще. Я просто положу эскиз, накерню отверстие, обрисую и вырежу из металла. Все просто. Ну а теперь сейчас сделаю черновой вариант и проэкспериментируем. В готовом варианте приспособление выглядит следующим образом. Переделывать я здесь уже ничего не буду, в принципе все меня полностью устраивает. Ну а теперь я немножко расскажу вам об узлах этого приспособления и что из чего было сделано. Опорная часть приспособления была сварена из двух 5 мм пластинок, сваренных между собой. Проварена была снаружи и изнутри. Для фиксации к тому месту, где я буду обрабатывать сверла, я просверлил 6 отверстий с зенковкой для саморезов. В качестве шарнирного механизма была использована обычная гаражная петля. Это далеко не самый лучший вариант и сейчас объясню почему. Потому что изначально у гаражных петель очень большие люфты. А в этом приспособлении его быть не должно в принципе вообще, потому что даже малейший люфт вот в нижней части, он очень хорошо сказывается на заточке сверла. То есть если здесь он немножечко колышется, то здесь ходит ходуном. Этого быть никак не должно. С этой проблемой как бы я справился следующим образом. В ответной части было просверлено два отверстия и нарезана резьба М3. Вставлены два вот таких винта с ручечками пластмассовыми для того, чтобы можно было это все затягивать от руки. Вставляется само приспособление и я притягиваю этими винтами саму ось приспособления к ответной части. Тем самым приспособление двигается намного жестче и люфта уже практически нет. Для того, чтобы можно было затачивать сверло под разными углами, был сделан вот такой вот поворотный механизм. Выполнен он довольно-таки просто. В качестве прижима я использую обычную дверную ручку с резьбой М8. Выглядит колхозно, но зато очень практично, потому что у нее большой хват и прижимы обалденные. С той стороны вварен болт М8, с этой стороны просверлено отверстие на 8. В качестве стопора здесь вварен вот такой вот маленький штифт 3 мм, а здесь ответное отверстие. Это нужно для того, чтобы само приспособление не проворачивалось. Ни в коем случае. Если мне необходимы будут другие углы заточки, я подугольник все выставлю, просверлю еще отверстие. И можно будет в принципе варьировать любой угловой величиной, какая будет необходима. Направляйка выполнена из 15 профиля. Длина ее зависит от того, насколько длинный сверло вы хотите затачивать. По направляйке ходит вот такая вот задняя упорная часть. Это задний упор для сверла, с помощью которого можно грубо выставить сверло необходимой нам длины. А также здесь еще имеется плавная регулировка для того, чтобы можно было задать небольшую подачу на стачивание. То есть здесь довольно-таки плавная регулировка. Ну и гайка фиксации. Все выполнено из латуни. Резьба здесь М8. На гайках тоже резьба М8. На самой шпильке приваливаем квадрат, чтобы сама шпилька не проворачивалась в самом приспособлении. Прижим для сверла сделан довольно-таки просто. Здесь имеются две направляйки и резьба М6. Сверху вварена гайка М6. Я изначально хотел сделать такую же, как и американскую. Вот наподобие вот такой вот пружинистой пластинки. То есть здесь трубка распилена пополам. Но в итоге от этого вариант отказался. Во-первых, потому что он геморройный. Здесь еще нужно и пружинку сделать. Здесь необходимо наваривать еще и шпильку. И к тому же, если установить вот этот прижим, то большие сверла я сюда ставить никак не смогу. А вот с этим прижимом я могу ставить сверло до 25 мм. Что в принципе в моей мастерской этого достаточно. В передней части приспособления имеется вот такой упор с регулировкой. Он выполняет две очень важные функции. Во-первых, он фиксирует сверло от проворота. То есть с помощью этого упора можно выставить сверло, заточить одну кромку. И точно так же, развернув на 180 градусов, в точно таком же положении, можно выставить вторую кромочку. Что обеспечивает равенство заточки. Вторая очень важная функция этого упора, так это выставить сверло, чтобы соблюдалась геометрия согласно расчетной. То есть если я сейчас положу приспособление на эскиз, на свой, то мы можем видеть, что при установке сверла все согласно чертежу происходит. Я немножко от упора откидываю 2 мм от кромочки и в принципе получается все идентично. Согласно эскизу. Хочу вам немного рассказать об особенностях этих приспособлений. Как самодельных, так и покупных. Принцип у них один и тот же. Только почему-то об этих особенностях никто не рассказывает. В общем, как я уже и говорил, упор выполняет здесь две основные задачи. Первая, это выставить одинаковые кромочки, что одну, что вторую, это понятно. А также выставить необходимый вылет сверла, для того, чтобы была соблюдена геометрия. Ну, в моем случае, как по эскизу. Чтобы сверло описывало воображаемый конус расчетный. Это все понятно. Хорошо. Что будет, если мы сверло выдвинем немножко дальше? Ну, немножко, но порядочно мы выдвинули дальше. Тогда, получается, абразивный круг уже находится вот здесь. Значит, конус у нас удлиняется. Вершина его уже находится вот здесь примерно. А значит, сверло уже будет двигаться по большому диаметру конуса. И это все скажется на затыловке. То есть, угол будет очень маленьким. На больших сверлах задняя поверхность даже уже может касаться обрабатанного материала. Сверло уже такое сверлить не будет. Значит, бесконечно выдвигать сверло здесь нельзя ни в коем случае. Что будет, если мы сверло придвинем намного ближе? Тогда вершина конуса находится еще ниже расчетной. А тогда получится, что сверло будет заточено как два пера. Оно станет очень хрупким и обязательно сломается. То есть, внутрь двигать бесконечно тоже сверло никак нельзя. С углом заточки в 120 градусов все становится понятно. То есть, как бы разобрались. Ну, хорошо. Мне необходимо заточить сверло под углом 90 градусов. То есть, я разворачиваю приспособление. И что же тогда получается? А тогда получается, что два или три миллиметра от упора я выставлять сверло уже не могу. Потому что он уже не входит в эскиз. Тогда получается, что сверло нужно выдвигать намного длиннее. Чтобы именно получилось так, как необходимо по чертежу. То есть, это тоже нужно понимать. Давайте попробуем заточить сверлышко. Работа на этом приспособлении, в принципе, довольно-таки простая. Выставляем. Касаемся упора. Вылет нормальный. Подфиксируем. Подфиксируем. Готово. Переворачиваем. Кромочки, конечно, получаются вообще шикарные. Ну, естественно, перемычку придется точить вручную. А ее стачивать нужно обязательно, если вы работаете ручным инструментом. Переворачиваем. 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 ну в общем что у нас получилось на большом сверле наверно будет более понятно вот такая вот затолочка на самом сверле причем угол режущей кромки именно такой какой нужно а дальше уже угол заваливается 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 кромки ровные симметричные прям обалденно ну и собственно говоря здесь уже я подрезал кромочку сейчас вам покажу как он как это сверло сверлит попробуем сверлышко заточены на приспособлении кромочку я подрезал чтоб легче было сверлить металл пятерка да еще попробуем ну что приспособлений работает ну что же мои дорогие друзья подведем итог приспособление вполне себе рабочие сверла затачивать довольно таки неплохо хочу сказать что больше всего она подходит для заточки сверл больших диаметров то есть от 10 и выше то есть очень хорошо и очень удобно затачивать ну а все что касается мелких сверл так это проще точить либо вручную либо двухплоскостную заточку сделать и вообще на самом деле лично по мне мне двухплоскостная заточка нравится гораздо больше чем криволинейная ну а так она вполне себе имеет право на жизнь довольно таки неплохая приспособа и довольно таки неплохо затачивает сверла на сегодня у меня все всем кому понравилось это видео не забываем ставить палец вверх всем пока